До 18 с родителями. Фейс-контроль теперь на каждом входе в торговый центр. Лица младше 18 лет заходить туда запрещено. Не поможет даже маска. Пропуск только в сопровождении родителей. Подростки пытаются зайти, но, соответственно, после наших разговоров, после объяснений ситуации, приходится разворачиваться подросткам и покидать торговый центр. Если возникает сомнение с возрастом подростка, то мы вправе запросить документы, удостоверяющие личность, чтобы определить по нему возраст. Принятая областным оперативным штабом мера должна разобщить ребят и снизить поток желающих прийти в торговый центр. И этот запрет дает свои плоды. Опустевшие на половину павильоны и почти безлюдный фудкорт явное тому подтверждение. К таким требованиям родители с детьми относятся с пониманием. С ребенком мы бываем в магазине редко, но сегодня куртку покупаем, мерить надо. Все правильно. Все, что делается, все правильно. Заведения общепита теперь могут работать до 23 часов. В ночное время только на вынос или с доставкой на дом. Поэтому станцевать в клубе или спеть песню в караоке до утра уже не получится. Даже с соблюдением всех санитарных норм. Безусловно, мы с пониманием относимся ко всем требованиям, ко всем новым правилам. Мы начнем с заведения. Раньше мы работали до 4 часов. Сейчас мы будем работать до 11 часов. Что караоке, что ресторан, что ночной клуб. Вечерние программы будут начинаться в 5 часов и заканчиваться по новым правилам в 11 часов вечера. В дневной же во всех ресторанах и кафе продолжают действовать мир защиты. Обработка, дезинфекция, социальная дистанция. Те, кто изначально работал до 23 часов, все равно перестраиваются к новому формату, который продиктовала пандемия. У нас посещаемость, конечно же, упала, но мы не отчаиваемся. У нас действует доставка, она увеличилась. И мы очень рады нашим гостям и будем стараться оберегать их здоровье. Здоровье оберегают даже когда собирают заказ. Он отдается курьеру, который в маске и перчатках доставляет его клиенту и передает на расстояние социальной дистанции. Лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями тоже могут заказать доставку продуктов. Но уже через волонтеров и бесплатно. Ведь пенсионеры выйти из дома уже не смогут. Для них ввели обязательную самоизоляцию и заблокировали транспортные карты. Данные меры распространяются как на граждан, имеющих льготу на федеральном и региональном уровне, так и на граждан, имеющих льготу на местном уровне. То есть это пенсионеры города Топольск. Карты заблокируют по 15 января 2021 года. До этого же срока будут действовать и новые требования для общепита. Запрет подростка на посещение торговых центров и обязательная самоизоляция для пенсионеров. Все для того, чтобы сохранить здоровье тех, кто подвержен наибольшему риску заболевания коронавирусом. Ведь цифры заболевших продолжают расти. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время.